Уж если сани готовят летом, то почему бы не готовить гидов-переводчиков во время пандемии? Так решили в Алтайском педуниверситете. Ведь ограничения рано или поздно спадут, а как подтверждают специалисты, интерес иностранных туристов к России с каждым годом растет. Алтай, например, в прошлом году посетила около 35 тысяч иностранцев. Языковая школа этого вуза – одна из сильнейших в Сибири, это признают многие. Наработки по краеведению тоже большие, так почему бы не совместить? Не только знания истории, культуры, традиций нашего Алтайского края, но все это должно ложиться еще и на язык. Язык, прежде всего, английский, есть планы на китайский и другие, еще в программе психология, менеджмент, даже тревел-журналистика. А будут ли востребованы такие специалисты еще и за пределами края? Александр Пермяков, эксперт в области приключенческого туризма, уверен, инициатива сама по себе прекрасна, ведь в России гид со знанием иностранных языков – редкость, но может оказаться, что задача сложнее, чем кажется. Нам нужны специалисты туризма со знанием иностранных языков, а не специалисты в иностранных языках со знанием туризма. То есть, если университета получится дать именно гидовскую составляющую, составляющую организаторов туризма, какую-то практическую работу для этих ребят, то тогда они найдут себя в этой профессии и у них все получится. Если же получится так, что эти ребята будут знать исключительно английский язык, например, но при этом слабо ориентироваться в туристской деятельности, то я думаю, что им будет тяжело. Кроме того, пандемия сильно скорректировала сам рынок туристических услуг. К примеру, по оценке Александра, сильно поднялась индустрия аудиогидов. И, учитывая, что ограничения могут сохраняться еще долго, продолжит развиваться, ведь на такую экскурсию можно ходить в одиночестве. Даже сейчас рынок аудиогидов туристических не то чтобы большой, а огромный. Вот, например, такой пока не самый популярный город среди туристов, как Барнаул. Чтобы найти аудиогид по Барнаулу, достаточно, не знаю, 30 секунд поиска в интернете. Вот я нахожу то, что мне в данный момент нужно. Не буду показывать, чтобы не делать рекламы. Выбираю, выбираю язык, например, английский и наслаждаюсь экскурсией. Более того, информационные и виртуальные технологии все больше проникают в туризм. Так что гидам ближайшего будущего стоит также сильно меняться, придумывая новые методы. Справятся ли алтайские первопроходцы с вызовами нового времени, станет ясно уже через 4 года, когда состоится первый выпуск гидов-переводчиков. Илья Кочетков, Илья Халяпин, Алексей Фризин. День с толком.